За 2020 год специальные подразделения ОМОН и СОБР Росгвардии по Ульяновской области выполнили 650 заданий и провели более 15 тысяч проверок владельцев оружия. Об этом доложили на брифинге, где подвели итоги работы управления. Кроме того, Росгвардия весом пополнила государственный бюджет. Оплачиваемые услуги по охране квартир, офисов, складов и прочих объектов принесли внушительные деньги. Годовой план, возложенный на управление, составлял 200 миллионов. Управлению удалось его перевыполнить и заработать 203. Однако эта работа не затмила социокультурную деятельность организации. Важно, что в год памяти и славы, посвященный 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, во взаимодействии с органами власти, общественными ветеранскими организациями, проведено множество патриотических мероприятий. В соблюдении всех необходимых эпидемиологических мер проведены мероприятия по поздравлению участников Великой Отечественной войны в новых форматах, такие как парад у дома ветерана и онлайн-поздравления. На постоянной основе на протяжении десятка лет сотрудниками ОМОН организовано участие в жизни детей-сирот подшефного Майнского детского дома «Орбита». За год не подвергся краже ни один объект, который охраняли подразделения службы. Ежесуточно покой в регионе охраняют 76 патрулей. Почти 13 тысяч раз. В 2020 году бойцы Росгвардии выезжали на сигнал тревожной кнопки. Все максимально оперативно. Практически всегда, когда была необходимость, преступников удавалось взять на месте преступления. Если взять, допустим, город Ульянск, для примера, даже 4 района, то в каждом районе, значит, где-то 5, где-то 4 группы задержаний. Допустим, Заворский, Засвиярский, наиболее такие массивные районы, там по 5 группы задержаний. Маршруты разбиты, значит, с учетом дислокации специфики. То есть, каждая территория, допустим, Новый город, Верхняя терраса, Нижняя терраса, Засвиярский район, они тоже разбиты по участкам. От улицы до улицы, значит, где непосредственно подшляет, значит, патрулирование. Завершая отчетный брифинг, временно исполняющий обязанность начальника управления наградил операторов и журналистов за победу и участие в межрегиональном конкурсе журналистских работ на страже Приволжья. Благодарственными письмами были отмечены редакторы, активно сотрудничающие с ведомством. Павел Половов, Владимир Куликов, Новости Улл, Правды ТВ.